Николай Ильич, мы привезли вам поздравления от президента. Участнику двух воин советско-финской Великой Отечественной Николаю Кулику исполнилось 100 лет. Уроженец города Черкасса служил в 152-м стрелковом полку, водил автомобили, затем в мастерских Забайкальского военного округа, собирал и разбирал машины. Финскую войну в составе 275-го батальона на грузовике ЗИС-5 «Трёхтонка» выполнял боевые задания под Петрозаводском. Приехали в город Петрозаводск. Слышали такой город? Да, да. Вот там я работал на этой машине, позывал грузы солдатам на передовую медию. Приказом Народного комиссара обороны маршала Советского Союза Клементия Ворошилова в марте 1940 года за боевые заслуги, мужество и честное выполнение долга перед социалистической родиной получил денежное вознаграждение. При Иосифе Сталине была создана весьма сложная и эффективная система денежного вознаграждения военных за боевые заслуги. Уничтожение боевой техники противника, ввоз и ремонт своей – всё имело свою цену. Не успела закончиться финская война, началась Великой Отечественной, и Николая Ильича перебрасывают из Петрозаводска в Читинскую область. Нас набрали 12 человек на разъезде и организовывалось штаб 16-й армии. Организовывалось только начальство, съезжалось и всё. С юбилеем Николай Ильича поздравил руководство Щёлковского района, поселение Форианово и Управление социальной защиты. От всей души поздравляю вас с юбилеем. Вы с честью прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны. Главное вам – здоровье. И тоже подарок небольшой от Икси Васильевича Валова, от главы района. Как всегда, вам здоровье. Ага. Додимся мы вами. Любим вас, ценим, уважаем. Ага. Встретив победу, фронтовик переехал в Африаново, устроился шофёром на предельно-ткацкую фабрику. В трудовой книжке Николая Кулика всего одна запись о принятии на работу. На одном месте участник войны проработал водителем всю трудовую жизнь. Это более 50 лет. Работы было полно. Без работы я не бывал ни разу, ни одного дня. Поэтому и до 100 лет дожили. Наверное. Закалка была. Михаил Налётов, Игорь Поляков. Телерадиокомпания. Щёлково.